С этими пилами я работаю где-то 70-го года. Ого! Больше 40 лет. А в целом пилы сколько служат у вас на предприятии? Ну, а так, годы, лет по 5 мегалитровых ходят. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Ширяев Сергеевич Лениневич. Как предприятие называется ваше? Предприятие КП Ширяев. Занимаемся, да, занимаемся заготовкой, реализацией древесины. Вы используете ПЧ-3? Да, используем ПЧ-3. Мы создали предприятие на базе бывшего леспромхоза, Магинский леспромхоз был такой у нас. Система Ваш Леспром и ШАП. И будем говорить так, что с этими пилами мы связаны. У нас как-то уже давняя история. А как давно вы начали с ними работать? С этими пилами я работаю где-то с 70-го года. Ого! Да. Больше 40 лет? Да. Больше 40 лет. А вот по Вашему опыту, как долго служит пила всего? Пила служит, ну, знаете, зависит ведь от, так сказать, обращения. С любым инструментом, я думаю, с любой машиной. Обслуживание. Обслуживание, да. В свое время смазка в основном. А так, допустим, по электрике нареканий таких не было. Очень большое. А в основном-то это чисто механическая передача. Ну, как сказать, это уже элементы, будем говорить, так... Расходные материалы. Обороны, расходные, да. Звездочки там. Ну, а в целом, пила, сколько служит у Вас на предприятии? Ну, знаете, и вот... Это, конечно, зависит от интенсивности работы. Ну, а так года, лет по 5, мне кажется, она уходит. А дальше что? Вот 5 лет отслужил, значит, что делаете с ним? Нет, ну, а что? Нет, ну, бывает кое-что-нибудь там меняется. Но все равно, допустим, корпус ему ничего не бывает, да. Подремонтировали, дальше работали. И еще 5 лет, да? Еще 5 лет, я не знаю, я сейчас не помню, с какого года у нас пилы, но... А сколько сейчас пилы у Вас в работе? Три пилы. Они постоянно загружены? Нет. Вот именно то, что мы сейчас, так сказать, уже перешли в ВП, у нас не такие объемы, уже будем говорить так. Спрос, допустим, на это, на древесину уже не берут. Ну, сейчас, вот, коронавирус, там, такое предприятие у нас сейчас появилось, значит, у нас заготовка может увеличивать, и разделка, тем более, будет увеличиваться. Поэтому... Ага. Понятно. Мы делаем сурья, и делаем для населения, да? Для населения, для организации. Школа у нас, вот, допустим, берет, заключаем договор по договору работы с отделом образования. А почему Вы именно электропилами АПЧ-3 работаете, а не штилями, не фоскварными, другими пенсипилами? Понимаете, это будем говорить так, ну, чисто, так сказать, технически, кнопочку нажал за работой, да, говорит, а штильный, дергать, там, бензин, не то, 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 то. В общем, накладно получается по... да, накладно получается по обслуживанию, по содержанию бензопилки, бензин, и так далее, масла. И потом, сейчас ведь в стиле, будем говорить так, цены на запасные части, все, они, да, зависят от доллара, евро, там, допустим, от курса, да, все, начинает. Поэтому, ну, как, вот мы решили, не то, что решили, а я считаю, что выгодник, электропиленку, ну, смотря какие объемы, конечно. Это разделка, допустим, в лесосеке или где-то, там, конечно, это проблемно. А разделка, допустим, на вот, на эстакаде, где-то оборудованное на специальное место, ну, это незаменимое, можно говорить так. Ну, пробовали всякие, и пар мы брали электрические, и все, наверное. Накиду, наверное, спробовали? Да, они недолговечные были. А сколько они служат? Служды бывают, которые месяц не работают, потому что коллекторные тоже, якорь, да, обычно якорь, любой электроинструмент, якоря. Другим предприятиям могли бы порекомендовать эту пилу? Ну, конечно, если кто-то занимается, я говорю, вот это, как бы, говорить, стационарные, если есть, у них разделочная такая эстакада, мы обычно, как, вот, в лесопромхоз были, у нас просто уменьшенный, будем говорить так, вариант, вот, одна эстакада, и лес приводим там, и там, вот, разделы. Потому что сортировка, ну, понимаете, в лесу сортировка очень трудная, вот, пиловочник, сан-сырье, первый сорт, второй сорт, там, дрова те же один, а это привез, тут же и два пилица, сразу пили мы на чурочке, будем говорить так, полметровой. Все сразу отгружаем и реализуем. Вы знаете, какие инновации здесь мы применили уже, в этой пиле? В этой пиле я нет, ну, вот так по виду, я, как сказать, вроде, то же самое. Все то же самое, да? Все то же самое, по-моему, просто вот шильм, вот это вот, конечно, меня удивило. А так... Стоит попробовать, наверное, да? Тем более, если вы пачки пилите бревен на дрова. А, в смысле, с такой шильмой? Да, 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 сразу пачку пилить. Ну, это... В принципе, вот это, демонстрация-то она тут. Знаете, что там косозубая передача сейчас стоит? Она более плавная, более тихая. Это передача от ятора? Это долговечная. Это, нет, это редуктор. В шестернях. Редуктор. Передача от вала ротора на звездочку. Ну, вот я говорю, да, где же, ротор. Сейчас там уже новшество. Да, да, да. Здесь уже новый двигатель стоит, плюс 20% мощности. Вот здесь вот, на этой пиле. Намотка новая. Ну, мы пока новые, это, как-то, не приобретаем. Заходите к нам на сайт, узнавать наши новости технические. Хорошо. Потому что мы постоянно над этим работаем. Большое вам спасибо, Сергей Леонидович. Будем рады видеть вас и дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.